Да, у нас тысяча первое предупреждение в адресе исполкома по поводу того беззакония, которое мы наблюдаем по отношению к этому закону. Татьяна Михайловна, столько глубокое уважение лично к вам, как личности, как человеку, как профессионалу, не позволяет депутатскому корпусу использовать несколько более сильные выражения касательно сложившейся ситуации, понимая, тем более, что решение принимают другие лица, и все, что мы наблюдаем, это политическая воля одного человека в лице Башкана. Это беда, беда для всей Гагавузии. С правовой точки зрения никаких проблем не имеется. Все это глупости и от лукавого, по меньшей мере, и то, что Александр Гойт сказал, мы об этом множество раз говорили. Есть постановление парламента, народного собрания, утверждение о законном бюджете в первом чтении, есть поле законодательного органа, представительного органа автономии, выраженное в рамках полномочий о том, чтобы исполнительный комитет в этом законе сократил свои расходы, чай, кофе, капучино, бесплатное питание и так далее и там подобное, перераспределив эти средства на те цели, которые носят наиболее актуальный и приемлемый характер на сегодняшний день. Мы этого не видим. На фоне сегодняшнего экономического форума, то, что Сергей Анатольевич нам достаточно подробно сказал, у меня такое впечатление создало, что он там был участником этого форума, но и замечательно. Конечно, это выглядит более чем парадоксально. Коллеги, мы по этому кругу уже идем четвертый раз. Мы пойдем и пятый, и шестой, пока сами не найдем возможности разорвать. Видите, наши коллеги не все приходят. Кто обоснован, кто не обоснован, не важно. Важно то, что ни та позиция, ни эта позиция не может набрать необходимого количества голосов для того, чтобы принять либо во втором чтении с теми цифрами, что мы определили в первом чтении, либо какие-то коррективы внести. Следовательно, мы должны каким-то образом разорвать этот круг. Согласительные комиссии, о которых мы здесь говорим, не будет. Вы видите, что ни Пашкан, ни в целом исполнительный комитет не стремится к этому. Никаких шагов в этом направлении не делается и очевидно и не будет делано. То, что мы говорили, о чем предупреждали, что есть политическая воля со стороны Пашкана, не принять этот закон, оно реализовывается. Что мы можем в этой ситуации сделать? Ну, единственное, наверное, сделать политическое заявление, потому что с правовой точки зрения мы знаем, как преодолеть. Но у нас нет формы, у нас нет людей, депутатов правом, которые участвуют в принятии решений. У нас нет желания исполнительного комитета подготовить, выполнить свои функции, подготовить проект закона во втором чтении. И, как мы отметили в этом постановлении, мы не можем отправить в отставку исполком, потому что исполком вместе с Народным собранием уходит, как исполнительный орган Народного собрания, с уходом Народного собрания уходит исполком. Это постоянно действующий орган, который будет исполнять свои обязанности до назначения утверждения другого состава исполкома. Мы не можем объявить импичмент Пашкана, если вдруг, потому что здесь говорили коллеги, тоже не имеем права. Замкнутый круг получается. В этой связи, конечно, было бы наиболее правильно разорвать этот замкнутый круг, кроме политического заявления, провести выборы как можно в кратчайшие сроки. Но, к сожалению, вот это чрезвычайное положение опять несло коррективы. Я понимаю, что я предваряю свое выступление и по пятому вопросу, но мы все это, наверное, в купе должны рассмотреть. Поэтому, коллеги, я не открою Америку, но, может быть, действительно мы сделаем конкретное политическое заявление по поводу сложившейся ситуации и прямо укажем, кто виноват в том, что закон о бюджете до сих пор не принят. Другого решения вот на этом этапе я, во всяком случае, не вижу. Хотя, вроде, все стороны заявляют о том, что делают шаги навстречу друг другу. Спасибо.